Выращивание газона Обеспечение футбольного поля качественным натуральным травяным покрытием – процесс сложный, долгий и дорогостоящий. Однако футбольные стадионы по всему миру продолжают выбирать настоящую траву, так как такое покрытие считается идеальным. На него равняются при создании искусственной травы. Процесс создания футбольного покрытия с нуля занимает от шести месяцев до нескольких лет. Как вы понимаете, если бы трава выращивалась прямо на поле, все это время стадион был бы закрыт, что крайне невыгодно. По этой причине готовая трава привозится со специальных ферм и особым образом укладывается, чтобы получилось цельное покрытие. Как ни странно, выращивание газона начинается не с посадки семян. Сначала почва подготавливается, поле выравнивается. Кроме того, специалисты обрабатывают землю специальными растворами, которые не дадут прорасти сорнякам. Наконец, приходит очередь семян. Для создания именно газонной травы подбираются сорта, устойчивые к сильным нагрузкам. Во время посева специалисты используют специальные вспомогательные инструменты. Их задача – распределять семена как можно с меньшим расстоянием друг от друга для обеспечения плотного слоя травы. В течение всего процесса роста за травой неустанно ухаживают. Подкормка удобрениями нужна, чтобы обеспечить корневой системе сбалансированное питание. Влажность почвы также поддерживается на оптимальном уровне. Чтобы трава оставалась ровной, густой и плотной, регулярно проводится стрижка и аэрация. Последний процесс представляет собой прокалывание почвы, благодаря чему кислород, вода и питательные вещества проще достигают корней. Наконец, когда трава соответствует всем требованиям, в работу вступает спецтехника для резки дерна. Умные машины самостоятельно режут траву, аккуратно скручивают ее в рулоны, а затем выполняют складирование. Рулоны, впрочем, не единственное состояние, пригодное для транспортировки газона. Вот тут, например, трава нарезается полосами шириной 50 см и длиной до 40 м, а затем складывается в виде уложенных друг на друга слоев. Укладка беговых дорожек К спортивным покрытиям для легкой атлетики предъявляется очень большое количество требований. Трек должен обеспечивать хорошую амортизацию, иметь оптимальные соотношения жесткости и упругости. Именно хорошее покрытие во многом обеспечивает травмобезопасность. Вообще, спортивное покрытие может обладать самыми разнообразными свойствами, которые напрямую зависят от условий эксплуатации трека. Сегодня мы покажем наливное покрытие для открытой спортивной площадки. Укладка беговой дорожки проводится в три этапа. Покрытие при этом получается двухслойное. Первый слой – это особый двухкомпонентный полиуретан, смешанный с черной резиновой крошкой. Из-за специфичного цвета со стороны может показаться, что проводится самая обычная укладка асфальта. Когда этот вязкий состав застывает, получается упругая, эластичная поверхность, устойчивая к механическим воздействиям. Нанесение второго слоя начинается с жидкого полиуретанового компаунда. Он придает поверхности нужный цвет и увеличивает упругость. Сверху, пока слой не высох, насыпается цветной резиновый гранулят. Вместе два последних компонента обеспечивают правильную текстуру трека. Трансформация стадиона. Разнообразные соревнования и чемпионаты становятся стимулом для стран развивать спортивную инфраструктуру. В то же время они вызывают повышенный интерес к спорту лишь на время. После того, как чемпионат заканчивается, а интерес ходит на нет, стадионы нередко теряют рентабельность и становятся почти бесполезными. Избежать подобного исхода событий возможно. Различные страны прибегают для этого к самым интересным уловкам. Прямо сейчас, например, на ваших экранах стадион Саппоро-Доун. Располагается он в Японии, а именно в городе Саппоро на острове Хоккайдо. Поразительно, но спортивное сооружение является домашней ареной сразу для двух клубов. Футбольного Консадоле Саппоро и бейсбольного Хоккайдо Ниппенхам Файтерс. Такое положение дел стало возможным благодаря трансформирующейся конструкции стадиона. Инженерам удалось разместить здесь два совершенно разных по форме поля. Бейсбольное поле представляет собой искусственный газон. Когда площадка не нужна, траву скатывают во множество рулонов. Футбольное же поле покрыто настоящей травой. Разбирать такую конструкцию сложнее и дольше, а потому, когда площадка не нужна, она хранится в уже собранном виде за пределами стадиона. В преддверии футбольного матча специалисты просто закатывают футбольное поле в стадион. Несмотря на свои размеры, конструкция отличается мобильностью и даже может поворачиваться. Обратите внимание на то, как вместе с полем вращается и часть трибун. Разумеется, в мире существует далеко не один стадион, способный трансформироваться. Перед вами Tottenham Hotspur Stadium, расположенный на севере Лондона в Англии. Благодаря своим уникальным особенностям он может использоваться как для проведения традиционных футбольных матчей, так и для матчей Национальной футбольной лиги по американскому футболу. Арена стадиона имеет двухслойное покрытие. Верхний слой представляет собой самое привычное футбольное поле, покрытое натуральным газоном. Второй же слой, расположенный под первым, это площадка из искусственного газона для американского футбола. Первое поле условно разделено на три части. Когда необходимо достать нижнее поле, составные части первого отъезжают под большую южную трибуну. Там создано специальное хранилище, в котором поддерживается оптимальный для травы температурный режим. Поразительно, но вся процедура трансформации занимает не больше получаса. Наконец, последняя трансформация, которую мы сегодня покажем, была снята в Salt Lake City на Vivant Smart Home Arena. Здесь изменения уже гораздо более сложные, долгие и энергозатратные. Disney on Ice – шоу, участники которого выступают на льду. Сразу после того, как последний зритель покидает стадион, команда приступает к работе. На время первые ряды сидений складываются под трибуны. Затем специалисты приступают непосредственно к снятию слоя льда. Для этого они используют особые ледозаливочные машины. Они сначала срезают верхний слой поверхности при помощи острого ножа, а затем наносят сверху горячую воду. Процедура повторяется до тех пор, пока слой льда не приобретает достаточную рыхлость. После этого лед раскалывается, снимается и увозится. Вся площадка равномерно очищается, чтобы остатки льда не превратились в будущем в нежелательную воду. После этого спрятанные ряды выдвигаются обратно, а команда приступает к сбору площадки для баскетбола. Весь этот процесс занимает у команды специалистов несколько дней. Выполнение разметки Сегодня мы уже показывали вам, как выращивается трава для футбольного поля. Однако уложить ее рулонами лишь половина работы по сооружению полноценной площадки для игры. Вторая половина — это нанесение разметки, которое должно быть выполнено безупречно точно. В процессе работы используется большое количество трафаретов и специальные разметочные машины. Однако даже при задействовании профессиональной техники от команды рабочих требуется аккуратность и внимательность. Несложно догадаться, что снятие краски с травы в случае неправильной разметки — занятие трудоемкое. Чтобы убедиться в ровности каждой линии перед нанесением краски, рабочие растягивают на газоне разметочные нити. Примечательно, что на обслуживание каждой спортивной площадки уходит огромное количество краски. Например, на разметку этого поля для американского футбола ушло приблизительно 260 литров белой краски и 150 литров желтой краски. Может показаться, что самая трудная задача — это нанесение на траву логотипа команды, ведь зачастую это большой, сложный рисунок. Однако большинство компаний сегодня используют вот такие специальные трафареты. Они многоразовые, могут иметь сложную форму, но самое главное — они позволяют создавать четкие линии в правильных местах. В свою очередь помогают наносить логотипы даже с большим количеством деталей быстро и качественно. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны — все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете!